Большая энциклопедия природы Отставайте, сейчас будет порожек Готовы? Прыгаем Давай, прыгай Давай, давай Что происходит? Простите Теперь у нас новая книга Истории медведя всегда такие интересные Такие же интересные, как и мы Где он? Я его не вижу Должно быть, он добрался до меда на пасеке Я так хочу послушать его истории Он идет, я вижу его Скорее прыгай Вижу вы все в сборе Итак, сегодня мы открываем новую главу Большой энциклопедии природы Я расскажу вам про пуделя Какой прекрасный день Замечательный для футбольного матча Эй А вот и зайчик Как дела, сэр? Замечательный день, так? Да, дружок Идем, поиграем в мяч? Если будешь тратить меньше времени на мелочь У нас будет больше возможностей практиковаться Мы должны быть вежливыми со взрослыми Ладно, пойдем тренироваться Здравствуйте, ребята Как у вас дела, сэр? Прекрасный день Вы, должно быть, уже поправились Вы выглядите прекрасно Ой, спасибо, зайчик Все эти ненужные мелочи Я вернусь через минуту Вот и старый господин баран А вот и я, счастливчик Хочешь сначала забить мяч Или быть вратарем? Ха-ха-ха-ха Что случилось? Я не могу на изячки Я нашел их, господин баран Вот они, сэр Спасибо, зайчик Что это было? Землетрясение? Я боюсь, мой друг не рассчитал удар Мне очень жаль Так это не было наводнением? Позвольте мне помочь вам собрать ваши яблоки Спасибо, зайчик У тебя такие хорошие манеры С тобой приятно общаться Хотелось бы, чтобы все были такими Мне приятно быть полезным, сэр Ну, спасибо тебе еще раз, зайчик Полагаю, мы увидимся позже на футбольном поле А тебе, молодой пудель, не мешало бы надеть очки До свидания, господин Баран Увидимся на футбольном поле Мне всегда приятно быть полезным, господин Баран Кажется, времени для тренировки не осталось Быть вежливым с другими не значит терять время А, да Что за чепуха? Я думаю, вскоре ты пожалеешь о своих манерах, счастливчик Это же тренер Кто это сделал? Ну, давай, давай, давай Ты должен ответить Нас двое, но он никогда не догадается, кто из нас это сделал Я вижу вас там, за деревом Если один из вас не признается, я исключу из команды обоих Это был я Извините, тренер Кто бы мог подумать, что вы будете так неосторожны с мячом, а? Отвечай, я слушаю Если я что-нибудь не придумаю, меня исключат из команды Тренер, я забыл надеть очки, извините Очки? Никогда не знал, что ты носишь очки Когда тебе их прописали? Вчера, а я пока не надевал их, и поэтому забыл Так почему не сказал сразу? Это все объясняет и звучит логично Каждый может забыть очки в первый же день Увидимся на поле И не забудь их Ой, тренер, только не во время игры Но ты не сможешь играть без них Что же ты наделал, а? Эх ты Что нам теперь делать? Я не знаю Добро пожаловать на сегодняшний матч Дети, сегодня себя покажет каждый член команды Прошу на поле Как ты объяснишь, что у тебя нет очков? Легко, я их оставил дома, вот и все Я надеюсь, здесь вы получили некоторые инструкции от тренера Да, господин Баран Но счастливчик сказал мне, что он забыл очки, которые должен носить О, это не проблема, ребята Я буду счастлив одолжить вам свои Да? Ой, спасибо вам Рад помочь, сынок Они мне нужны только для чтения Спасибо, спасибо А вот и начало нашей сегодняшней игры Мяч вбрасывается Оу Желтая карточка за агрессивное поведение Да, сэр У тебя, наверное, очки соскальзывают Давай я тебе помогу Вот так Я молодец Я забил гол, я забил Ты забил в наши ворота, дурачок Эй, пудель О нет Ты, ты Ты совершенно бесполезен Что случилось? У меня нет слов, я не понимаю, что стряслось Счастливчик, счастливчик, помогите! Отойди, дай мне посмотреть на него Что с тобой, счастливчик? О, бедный маленький пудель Что заставило тебя вести себя так странно, сынок? Мне очень жаль, сэр Я должен извиниться перед вами и всеми остальными Я вел себя как хулиган, мне так жаль Я сказал вам, что ношу очки, но это не так Я должен вести себя как зайчик Так, что ж, друг, хорошо, что ты вовремя понял свою ошибку Думаю, каждый из вас заслужил награду Вот, держите Я никогда больше не буду грубым Хороший день Пока, пока Привет, Беатрис Как урожай? Просто прекрасно Ты только посмотри Ничего себе Пока самый лучший Точно А еще хорошо то, что теперь есть новый мост, по которому я могу отвезти урожай домой Что касается моста, ходят слухи, что ездить по нему опасно Опасно? Я и не знала Я-то надеялась отправиться домой Береженого Бог бережет, это мой девиз Говорят, надвигается торнадо О боже О боже Слухи оправдаляйся, что же нам делать, нам нужен мост Давайте отстроим его заново, это единственный выход Верно Среди нас есть инженер Я буду добровольцем Я могу построить неплохой мост, и он будет лучше этого Можно я помогу тебе? Да, почему бы нам всем не помочь тебе? Скажи нам, что делать, и мы начнем работать Когда мост будет построен, мы все станем инженерами Ты правда так думаешь? Здорово! Только не разбегайтесь, нам нужно хорошо выполнить эту работу Давайте, пойдем прямо сейчас Вперед! Увидимся Пока! Готовы начать? Ему везет, его дом находится на этой стороне Какая разница Пойдем Нам далеко до дома Этот стручок загородил нам путь Нет, подожди Не распиливай его пока Ну как же быть? Он лежит прямо посередине Мы можем сделать из него мост А этот не подойдет? Нет, он уже старый Он не выдержит большого веса Ну, давай проверим По-моему, он довольно крепкий Он даже не треснул, пока я прыгала на нем Это был только твой вес А что произойдет, если по нему будут ездить тяжелые тележки? Так он может не выдержать Да, действительно Но даже старый мост, который выдерживал тележки, не устоял при сильном ветре Торнадо Его уже нету Да Этого достаточно Сколько их? 64 Я посчитал каждую То, что доктор прописал По 32 на каждую сторону моста Держи Это волшебная кисточка, чтобы выкрасить весь стручок Чтобы не спутать, покрась только молодой старый, не крась В чем разница? Я могу использовать новый для себя Разница никакой Если я раскрашу этот Из молодого стручка Я смогу сделать себе большой кузов Теперь надо сделать так, чтобы кисточка работала Великолепно Продолжай Спасибо Вот он Странно Она ушла Стручок готов Забирай его Поднимай Увидимся у моста Мы на верном пути Забивай гвозди А вот и веревка Погляди-ка Новый мост закончен Отлично Мне не придется возвращаться домой длинной дорогой Какая удача Я буду первой, кто проедет по новому мосту Что случилось, Беатрис? Куда она подевалась? О, нет Она распилила молодой стручок и покрасила старый Эй, погоди Мост может быть небезопасным Я должен предупредить Остановитесь Остановитесь Мост небезопасен Что? Смотри Челка хочет проехать по нему Быстрее Если они думают, что будут первыми, кто проедет по мосту Остановись Они будут забыть об этом Эта гонка не на жизнь, а на смерть Эй, сбавь скорость Нет 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 Стой 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 Остановись Остановись Еще чего остановиться Остановись Стой Нет Нет Ты был прав Мост не прочен Конечно нет Это он виноват Ты построил плохой мост Мы все могли погибнуть Ты должен ответить за то, что случилось Ты должен заплатить за это Заплати за это, заплати Тебе повезло, что мы не беремся судить тебя Ты заслуживаешь самого худшего наказания Прекратите Это не его вина Моя Я знаю Ты прав Я использовала молодой стручок, чтобы построить себе новый кузов А старый покрасила Я думала, что между ними нет никакой разницы Мне так стыдно за это Тебе не следовало это делать От твоего поступка ты сама же и пострадала Значит, я прощена, спасибо Я больше никогда не сделаю ничего подобного Я обещаю Ну что ж, давайте построим новый мост вместе Да Новый мост был построен из хороших прочных материалов И мог выдержать любые нагрузки Такие как тяжелые повозки, сильный ветер И все вернулись на свои места Пудель Какое место занимают пудели среди животных? Пудели являются млекопитающими и принадлежат к особому типу собак, относящихся к группе хищников, к семейству собачьих Сколько видов пуделей и где они живут? Пудели очень старинная порода собак, которую открыл французский натуралист примерно два столетия назад Их названия зависят от их размера Как они живут? Пудели домашние собаки и поэтому живут с людьми Как они передвигаются? Они очень подвижны и энергичны Постоянно крутятся волчком и ни секунды не сидят на месте Что они едят? Они могут есть все, что едят люди, однако предпочитают мясо и овощи Как они защищаются? Пудели не агрессивны и небольшие собаки Поэтому если возникает конфликтная ситуация, они просто убегают Какие у пуделей отношения с людьми? Пудели очень игривые и веселые собаки Они всегда находят общий язык с хозяевами и никогда не причинят ему вреда Могут ли они жить в городе? Да, пудели хорошо адаптируются к жизни в городе Особенно те пудели, которым не нужно большого пространства Итак, вы все усвоили урок? Суть этой истории такова Если вы говорите неправду, наживаете еще больше бед Смотрите, кто к нам спешит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok